У каждого из нас есть своя история жизни и здоровья. Что было, что стало, и к чему мы идем. Мы тысячу раз пересказывали эту историю себе и другим. Но вдруг ваши нынешние положения и прошлые неурядицы не важны? Вдруг вы узнаете истину, то, что ваше тело было призвано исцелиться? Что, если вся эта биография — история любви? Вы. Наверное, вас приучили обращаться за помощью к посторонним, врачам и специалистам. Там-то вас и починят. А вдруг окажется, что кроме их мудрых советов у вас имеется колоссальная внутренняя сила? Что ж, так оно и есть. Она существует. Вы в силах начать прислушиваться к своему организму. Ваше тело, как и все прочее в жизни, является зеркалом ваших мыслей и убеждений. Каждая клетка отзывается на каждую мысль, которую вы думаете, и каждое слово, которое произносите. А потому устойчивые паттерны мышления и убеждений способны задавать телесное поведение и шаблоны комфорта и дискомфорта. Чем больше вы познаете свое тело и прислушиваетесь к нему, тем активнее оно направит вас к доброму здоровью. Мы развиваем эту мысль на протяжении всей книги. Однако сейчас усвойте одно. Если вам не здоровится, то эта жизнь предлагает вам возлюбить самого себя. Иными словами, неважно, в чем заключается проблема. Ответ один. Полюбите себя. При всяком нездоровье организм просит вас быть добрее к себе. А это начнется с того, что вы с каждым днем будете любить себя хоть чуточку больше. Подумайте о своем любимом человеке или животном. Что вы чувствуете при этом? Погрузитесь на секунду в свои ощущения и прочувствуйте до конца. Любовь к себе означает тот же объем любви, который вы только что испытали к ним. Если вам слишком трудно настолько себя полюбить, то знайте, что в этом вы не одиноки. Начав любить себя больше, вы без труда дадите себе потребное, не дожидаясь окончания перечня срочных дел. Правда, иногда вы сами не знаете, в чем нуждаетесь. Прослушав эту книгу, вы научитесь распознавать, что именно нужно вашему организму, чтобы почувствовать себя здоровым, счастливым, полным энергии и сильным. Уже тот факт, что вы слушаете ее, означает вашу готовность возлюбить себя и произвести позитивные изменения в своем здоровье. Мы хвалим вас за это и призываем, чтобы и сами вы похвалили себя. Итак, почему бы вам не создать новый рассказ? В этой главе мы подскажем вам некоторые пути к написанию истории вашей любви. Что такое здоровье? Для ответа на этот вопрос нужно бегло ознакомиться с научным пониманием здоровья, включая крупнейшие проблемы современности. Не беспокойтесь, мы будем кратки и обещаем не вдаваться в детали. Все дело в том, что за этой наукой скрывается нечто большее, и мы собираемся пролить на это свет. Итак, из беглого обзора современных научных взглядов на здоровье явствуют два факта. Первый. Главную роль в крупнейших сегодняшних проблемах здравоохранения играет образ жизни. Второй. Большая и неуклонно растущая группа людей страдает заболеваниями, которые наука не может ни объяснить, ни излечить. Для нас эти факты означают две очень важные истины. Первая. Вы в силах обеспечить себе хорошее здоровье. Вторая. Отсутствие ответов создает отличную возможность выработать новый взгляд на здоровье. Короткая справка о мнении науки по поводу нынешнего состояния здоровья людей. В прошлом величайшей проблемой здравоохранения являлись заразные инфекционные заболевания, такие как туберкулез и ВИЧ-инфекция. Однако к 2008 году Всемирная организация здравоохранения доложила, что акцент сместился с инфекционных болезней на так называемые неконтагиозные заболевания. Подобные заболевания, например, рак, болезни сердца и диабет, не заразны и в основном считаются хроническими. В этом сдвиге любопытен тот факт, что в развитии неконтагиозных заболеваний участвуют четыре важных фактора, имеющих отношение к образу жизни. Из этого видно, что наше здоровье зависит от нашего ежедневного выбора. Опасность не приходит извне, и мы ежедневно властны полюбить свой организм и обращаться с ним должным образом. Всемирная организация здравоохранения изъясняется на языке науки, но суть одна. Мы можем оказать сильнейшие воздействия на здоровье, если изменим образ жизни. Аутоиммунные заболевания. Организм не признает себя самого. К числу неконтагиозных заболеваний относятся аутоиммунные, которые возникают, когда иммунная система атакует здоровые органы и ткани. Иначе говоря, иммунная система перестает видеть разницу между здоровыми тканями и вредоносными субстанциями, бактериями, вирусами и другими микроорганизмами. Для нас это оборачивается тем, что организм не узнает себя, а клетки больше не различают между здоровьем и болезнью. Задумайтесь об этом на секунду. Если человек не любит свой организм и мыслит о нем негативно, то почему бы и клеткам не наброситься на себя? По данным исследований, существует как минимум 100 различных аутоиммунных заболеваний. По состоянию на 2005 год они были выявлены почти у 24 миллионов американцев. И эта цифра растет по всему миру, особенно в промышленно развитых странах Запада. 75% больных составляют женщины часто детородного возраста. По сути, аутоиммунные заболевания являются одной из главных причин смерти женщин молодого и среднего возраста, второй по частоте причины хронического нездоровья, и третий – инвалидизации после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Вот некоторые распространенные аутоиммунные заболевания. Глютеновая энтеропатия, болезнь крона, диабет первого типа, фибромиалгия, пищевые аллергии, тиреоэдит хошимота, неспецифический язвенный колит, волчанка, рассеянный склероз, пернициозная анемия, тяжелый дефицит витамина В12, псориаз, ревматоидный артрит, склеродермия, витилиго, заболевания кожи. Аутоиммунную составляющую подозревают и в таких расстройствах, как аутизм, синдром хронической усталости, пищевые расстройства, болезнь Лайма и нарколепсия. Симптомами аутоиммунных заболеваний часто бывают боль, утомляемость, лихорадка и общее недомогание. Большинство таких болезней считается хроническими и неизлечимыми. В аутоиммунных заболеваниях поразительно то, что у большинства людей нет никаких внешних признаков болезни, и они кажутся совершенно здоровыми своим друзьям и близким. Фактически, пока не поставлен диагноз, им часто говорят, что вся симптоматика у них в голове или является следствием повышенной тревожности. К сожалению, многих таких больных считали ипохондриками. Ученые всего мира обескуражены ростом числа аутоиммунных диагнозов и не находят причины. Современная теория предполагает, что этот всплеск отчасти связан с факторами окружающей среды, генетикой и образом жизни. Стресс — хронические и негативные мысли становятся убеждениями и привычками. Большинство специалистов сходятся в том, что стресс — основа всякой болезни. Для выяснения научного понимания стресса мы обратились к Американской психологической ассоциации. Она описывает его как чувство тревоги, переутомления и опустошенности. В отчете 2012 года о стрессе в Америке сказано, что стресс, по данным опроса, не только не снижается, но либо остается на прежнем уровне, либо для 80% респондентов возрастает. Кроме того, 20% респондентов признались в том, что испытывают чрезвычайно сильный стресс. Откуда же берется это чувство тревоги и переутомления? Как дойти до точки опустошенности? КОНЕЦ КОНЕЦ